Воскресенье Христова Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели, а те, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Рост пенсии, базовый счет и третий этап. Март принес в жизнь белорусов список изменений. Каких? За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Мэр города поздравил прекрасных дам с наступающим 8 марта. Тепла, улюта и любви. С праздником вас, дорогие наши. Кого пригласили на торжественный прием? Осколки памяти в архивных снимках. Ветеран Екатерина Богдан перешагнула столетний рубеж. А здравствуй, родимый. Глубока ли рана твоя? Каково это чувствовать чужую боль как свою? Цветы для автоледий. Инспекторы ДПС провели необычную весеннюю акцию. Будьте аккуратны на дорогах и берегите себя. Что в трендах флористики 2022. Несменный курс длиной в 95 лет. ДОСА в Беларуси отмечают юбилей. 78% призывников и военнослужащих сдают экзамен в ГАИ с первого раза. Кому спидометр заменяет компас? Затяжные дожди, популярный деликатес и мировые новости. Состоялся второй этап переговоров Москвы и Киева. Как прошла встреча? Официальные итоги утверждены. Президент подписал решение республиканского референдума. Торжественная церемония прошла у Дворца независимости. Сюда пригласили более тысячи гостей. Принятые поправки символично наступят в силу 15 марта, в день Конституции. Глава государства уверен, белорусы создали и приняли уникальный правовой документ. В нем сочетаются традиции, инновации, народовласти и единство управления. Мы все заинтересованы в успешном развитии нашей родной Беларуси. В укреплении национальной безопасности. И как бы ни пытались сегодня, отдельные силы, вы их знаете, втянут нас в боевые действия на территории Украины. У вас нет оснований для беспокойства. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Просто нет необходимости в этом. Ранее напомним, ЦИК утвердил итоги электоральной кампании и признал референдум состоявшимся. Об этом заявили и наблюдатели, которые работали в нашем государстве. За выступили 82,86% белорусов. Поправки в основной документ страны поддержали 4,440,830 человек. Это выше 65% от нанесенных в списки. Против принятия изменений проголосовали 12,78% граждан. До главного праздника весны два дня, пока мужчины штурмуют магазины в поиске подарка, женщины получают цветы от Александра Студнева. Торжественный прием в честь 8 марта прошел в Театре драмы и комедии. Приглашение получили сразу 12 прекрасных дам. Торжество любви, мечты и красоты, олицетворение весны и новых надежд – все это про 8 марта. И хоть день Икс для миллионов мужчин еще не наступил, в Бобруйске уже начали чествовать прекрасных дам. По сложившейся традиции первым эстафету поздравлений принимает мэр города. Именно от вас сегодня зависит настроение наше, от вас сегодня зависит в том числе и погода в доме и на работе. И за это вам огромное спасибо за то, что вы развитие наших детей и воспитываете достойную нашу молодежь. Милые, кроткие, любящие, заботливые, деловые и амбициозные, на прием к Александру Студневу приглашены 12 дам, представительницы различных сфер деятельности, медицины, образования, культуры и промышленности. Все они доказали, успешными можно быть на всех фронтах, и в семейной жизни, и в профессии. Если честно, на таких мероприятиях я еще никогда не присутствовала. Я в восторге. Очень было интересно и приятно пообщаться с председателем Бобруйского творческого комитета. И приятно, что о нас позаботились, устроили такой замечательный праздник, такой концерт шикарный. Это большая честь оказаться на таком масштабном мероприятии. Мне хотелось бы поблагодарить всех. Сейчас весна, все вокруг расцветает, расцветают и наши женщины. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех женщин с этим замечательным праздником. Без должного внимания на приеме не остается ни одна женщина. Ведущие рассказывают о профессиональных и творческих успехах милых дам. Звучат искренние поздравления и слова благодарности за созидательный труд, любовь и душевную щедрость. После здесь демонстрируют модные коллекции верхней одежды от белорусских производителей. Современные девушки удивительным образом сочетают женственность, хрупкость и силу. Среди таких Алина Найдун – талантливый педагог по классу фортепиано детской школы искусств. Жизнерадостная, полная оптимизма и любви к жизни. Ее ученики – победители престижных музыкальных конкурсов. На их счету 29 дипломов за год. Очень радостно присутствовать здесь. Очень понравилось выступление всех музыкантов. Очень яркие выступления были деток. Видно работа профессионалов. Прекрасный праздник получился сегодня. Очень рада была присутствовать именно сегодня здесь. В этот день все исключительно для них. С пустыми руками не уходит ни одна женщина. Цветы, памятные подарки и приятный сюрприз. Билеты на праздничный концерт Алены Ланско и театральную постановку. В преддверии этого замечательного весеннего праздника, конечно, хочется поздравить всех наших замечательных женщин с этим весенним праздником. Желать им крепкого здоровья, благополучия и самое главное – теплого весеннего настроения. И чтобы был порядок в доме, в семье. Замечательные наши, красивые, любимые женщины. Тепла, улюта и любви. С праздником вас, дорогие наши. В преддверии праздника женщины чуть больше обычного ждут сюрпризов от своих мужчин, надеясь на настоящее чудо. Но формула волшебства давно известна. Внимание, цветы и подарки должны быть не только 8 марта, а круглый год. Ведь восьмерка – это всего лишь перевернутый знак бесконечности. Татьяна Горбач и Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Налоговый платеж, финансовые услуги и золотая рыбка. В Беларуси введен запрет на ловщуки. Сколько заплатят браконьеры? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Трудовая пенсия увеличится на 7%. Связан перерасчет с ростом средней зарплаты по стране. Поднимутся и другие виды выплат. По возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Всего из бюджета выделят свыше 16 миллиардов рублей. Все граждане могут открывать себе единообразные базовые счета в банках. Но только в учреждениях с долей государства более 50%. У владельцев появится возможность бесплатно получать определенный набор финансовых услуг. До 31 марта некоторым физлицам нужно будет подать декларацию о доходах, а внести деньги не позднее 1 июня. Оплачивать налоги лучше онлайн или не в последние дни. К слову, теперь можно обращаться в любую инспекцию. Привязку к месту жительства убрали. В Беларуси введен запрет на ловщуки. Ограничения действуют до 15 апреля. Исключение – Витебская область. Там сроки немного сдвинуты. Штраф до 960 рублей. В некоторых случаях нарушение влечет уголовную ответственность. В стране 10 марта начнется третий этап репетиционного тестирования. Он продлится до 21 апреля. Со следующего года для 11-ти классников ведут выпускной экзамен, совмещенный с ЦТ по русскому или белорусскому языку и математике. А испытания по истории Беларуси планируют проводить в 9-м классе устно. В паспорте целый век, а в душе все так же 20. Ветеран Великой Отечественной Екатерина Богдана недели отметила 100-летний юбилей. В памяти женщины, ужасы войны и ликования победы. А свидетель истории Татьяна Грубыч. Столетняя Екатерина Богдана радушно принимает гостей. На платье юбиляра – медаль за боевые заслуги. Поздравить ветерана Великой Отечественной в этот день приходят не только дети, внуки и правнуки, но и руководство города. В качестве подарка – роскошный букет, именинный торт, речной пейзаж и искренние пожелания в адрес хозяйки дома. Это юбилей, который заслуживает внимания не только близких и родных, но, конечно, органов исполнительной власти. Это период времени, за который было все – и исторические события, и радости жизни, пришли с одной целью – пожелать, прежде всего, здоровья и обязательно того количества правнуков, внуков, которые есть, чтобы их становилось все больше, больше и больше. Екатерина Дмитриевна родилась в селе Вышеславское Владимирской области в многодетной семье. В 1940-м поступила в Ногинскую фельдшерско-акушерскую школу. Окончить ее помешала Великая Отечественная. В феврале месяце 42-го года их досрочно выпустили всех. Выпустили и сразу они пошли в военкомат и пошли на фронт. Но маму взяли, она говорила, не могли еще особо там уколы делать, что-то ухаживать за больными, но пришлось идти. Смертельная опасность, голод и изнурительная работа. Шел 42-й. Екатерина Богдан трудилась на фронте медсестрой в госпитале. Ухаживала за ранеными в тяжелейших условиях. Сопереживала и чувствовала чужую боль как свою. Позже, под впечатлением тех дней, написала стихи. Сестра в белоснежном халате к больному бойцу подошла. А здравствуй, родимый, глубока ли рана твоя? Война закончилась, но советские солдаты еще долго восстанавливали здоровье в госпиталях. В одном из них продолжала работать наша героиня. Демобилизовалась лишь в 47-м. Там она встретила и своего будущего мужа. Пара уехала на родину супруга в Бобруйск. С 52-го по 83-й женщина трудилась медсестрой в железнодорожной поликлинике. Коллеги-путейцы не забывают. Большая честь 1 марта, сегодня такой красивый день, прийти к этому уважаемому человеку, ну и сказать ей большое спасибо за работу, ну и поблагодарить и пожелать, самое главное, еще и долгих-долгих лет. Екатерина Дмитриевна много сил отдавала семье. Вместе с мужем воспитали трех дочерей. Своим главным богатством считает шесть внуков, восемь правнуков и одну проправнучку. Женщина стала для них не только образцом заботы, но и примером. Многие связали жизнь с медициной. Мы записываем рассказы, воспоминания тех, кто остался еще. И хочется, конечно же, чтобы и молодежь побольше приходила, и разговаривала, и слушала, и слышала, о чем говорят наши ветераны. Безвозвратно уходит целая эпоха. А вместе с ней поколение мужественных людей, которые на себе испытали все ужасы войны. Список становится все короче. Сегодня в Бавруйске осталось всего 54 ветерана. Трое перешагнули. Столетний рубеж. В год исторической памяти особенно важно не только дарить им заботу, но и успеть поговорить, узнать всю правду о победе советского народа. Татьяна Горбач, Павел Зуев. Итоги недели. Воздержание и духовное обновление. В понедельник у православных верующих начинается Великий пост, самый строгий и продолжительный. Длится он 48 дней и предваряет главный православный праздник – Пасху. В этом году воскресение Христово отмечают 24 апреля. До этого времени верующим следует отказаться от развлечений, соблюдать умеренность в пище, не есть мясо, молоко, яйца. А рыбные блюда разрешены лишь в особые дни. Однако воздержание в еде – это только способ, который дает силы к исполнению заповедей. Мы с вами во время Великого поста призваны приуготовить свое сердце, очистить свою душу, в первую очередь, для встречи с воскресшим Христом. Не стоит воспринимать сам Великий пост как некую диету, потому что если человек в это время не совершает молитвы, если человек в это время не воздерживается от каких-то увеселений, игрищ, зрелищ всяких, а воспринимает пост только чисто с физической стороны, то это есть ошибка. Это – время для очищения и работы над собой. Суть поста – дать человеку возможность стать лучше, сделать реальный шаг для того, чтобы измениться внутренне. В эти дни принято чаще посещать храм, заниматься благодоворительностью и навещать тех, кто нуждается в помощи и внимании. Завершится Великий пост 23 апреля. Все путем ДОСА в Беларусь отмечает 95-летие. С момента основания добровольное общество содействия армии, авиации и флоту верно служит своей родине. До сих пор организация готовит лучших водителей и пилотов для вооруженных сил. Не отступая от вековых традиций, осваивают и новые горизонты. И пусть навык вождения не встроен в человеческую ДНК. Про Максима Белиновича этого не скажешь. Газ, тормоз, сцепление – машина для него давно второй дом, а сама дорога – неотъемлемая часть жизни. Но больше, чем сидеть за рулем, мужчина любит находиться рядом с ним. Инструктор работает в автошколе ДОСАФ уже 11 лет, но считает, нет предела совершенству. Я раз в два года выезжаю на соревнования по мастерству. У нас и мы сдаем теорию, два билета, методику обучения, управление автомобилем. Занимал призовые места по Могилевску власти первое. Выезжал вот так же на республику. Бобруйская автошкола готовит будущих водителей по всем возможным категориям, в том числе и на тракторе. И уже несколько лет в ученики принимает инвалидов. Для этого есть специально оборудованный подручное управление транспорт. Плюс в городе автодром добровольного общества содействия армии, авиации, флоту – единственный, где проходят пересдачи в ГАИ. Есть здесь и свой уникальный тренажер. На основе реальной машины отрабатывать ситуации можно, не выходя из аудитории. Симулятор, как настоящий инструктор, не позволит выехать в город без пристегнутого ремня безопасности и ближнего светофар. Только теперь включаем передачу, снимаем с ручника и поехали. И все-таки приоритетная цель Бобруйской автошколы – подготовка водителей для вооруженных сил. В автопарке «Уралы» и «КамАЗ» та же техника, что и в армии. Умения отрабатываются под пристальным вниманием опытных инструкторов. У каждого трудовой стаж не меньше 30 лет. Качество подготовки тоже остается довольно приличное. Об этом говорит сдача с первого раза. 78% призывников и военнослужащих сдают экзамен в ГАИ с первого раза. Это показатель очень серьезный. Кроме подготовки водителей, организация занимается развитием спорта. У нас единственная в области мотобольная команда. Кроме того, мы развиваем мотокросс, полевую стрельбу. Чтобы летать, не нужно быть птицей. Уже 95 лет ДОСААВ дарит крылья человеку. Авиация – одно из самых перспективных направлений общества. От винта! Есть от винта! Стать ближе к небесам можно в пяти аэроклубах Белоруссии, в том числе и в Бобруйске. Здесь готовят не просто летчиков, а настоящих асов своего дела. Обычные парни, начиная от 15 до 27 лет, к нам приходят. Мы их набираем в обычном феврале месяце. Они приступают к технической подготовке, когда начинаются полеты, взлет-посадка в этой самосложке. В дальнейшем они как бы втягиваются и выполняют полеты уже без каких-либо проблем. Уже более 20 лет аэроклуб принимает курсанта в военной академии. Будущий пилот должен быть всегда сосредоточен, уметь быстро подстраиваться под внештатные ситуации. Поэтому в процессе обучения проверяют и на психологическую устойчивость. Практика у парней проходит на безмоторных планерах, которые поднимает воздух самолет-буксировщик. В Бобруйском аэроклубе небо покоряет вот на этом самолете. Вильга-35А – настоящий лихач. Максимальная скорость – 210 км в час. Его собратья служат ДСААФ «Вера» и «Правда» еще со времен Советского Союза. Изначально техника была выпущена для подготовки военных курсантов. Патриотическое воспитание – не менее важная задача аэроклуба. В год исторической памяти эта тема особенно актуальна. Добровольное общество, содействие армии, авиации, флоту имеет много красноречивых примеров. Своё начало ДСААФ берет с 1918-го. Тогда все силы были брошены на обучение военному делу. За 95 лет через организацию прошло немало героических личностей. Готовили механиков, самолетов, летчиков для войны. После войны, в послевоенное время и в настоящее время мы готовим как спортсменов-карашютистов, так и спортсменов-клонистов, которые участвуют в различных соревнованиях, в том числе и международных. Сейчас в основном мы готовим молодежь к службе в армии. Ежегодно для вооруженных сил страны ДСААФ готовит тысячи специалистов, полученные навыки и дух победы. Воспитанники проносят через всю жизнь и становятся неотъемлемой частью добровольного общества, содействия армии, авиации и флоту. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Второй этап – экологичные решения и информационная борьба. В России отключили в Фейсбук и Твиттер. В чем причина? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Состоялся второй этап переговоров Москвы и Киева. Двое суток стороны не могли определиться, быть ли встречи. Глава украинской делегации еще на подлете четко обозначил основные темы – прекращение огня, перемирия и гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей. Все прошло строго, за закрытыми дверями. В России перестали работать Фейсбук и Твиттер. Соцсети заблокированы по решению Роскомнадзора. Официальная причина – фейки. Также крупнейший сервис по бронированию отелей «Букинг» по собственной инициативе принял решение уйти с рынка. Прекращают вещания американские телеканалы CNN, CBS и ABC News. Молдова подала заявку на вступление в Евросоюз. По словам президента, причина – в желании обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. Ранее подобное решение приняли еще две страны – Грузия и Украина. Катастрофическое наводнение накрыло Австралию. В зоне ЧП оказались более двух тысяч домов. Около 20 тысяч человек вынуждены бросить свой привычный быт. От последствий затяжных дождей погибли 15 жителей. Еще несколько числятся пропавшими без вести. Дубайские рестораны возвращают морю устричные раковины. Здесь это один из самых известных деликатесов. Цель проекта – восстановить естественную систему рифов и создать природную среду для представителей морской фауны. К слову, заведения каждый месяц подают посетителям 50 тысяч моллюсков. Весенние контрасты. В преддверии 8 марта улицы города превращаются в красочные сады. Букет любимой даме теперь можно купить не только в цветочных бутиках, но и около торговых центров. В ассортименте от классических тюльпанов до необычных эстромерий. Чего хочет женщина, знает Карина Греевич. Когда в душе весна, совершенно не важно, что за окном. В последний будний день перед большими выходными сильная половина коллектива «Бобруска Громаш» во всеоружие. С самого утра милых дам встречают с музыкой и цветами. Мы действительно сегодня почувствовали себя женщинами, любимыми, которых ценят, любят, пытаются радовать. И у них это замечательно получается. Наши мужчины организовали такое замечательное поздравление, которое никого из наших женщин «Бобруска Громаша» не оставило равнодушным. Нам очень приятно, что нас так поздравили. Живая музыка, цветы. Неожиданно было очень. Накануне Международного женского дня на дорогу выходят сотрудники госавтоинспекции. Но не только для того, чтобы проверить документы. Повод более чем романтичный. Инспекторы дарят бобрусским автоледи тюльпаны, фликеры и теплые слова. Милые дамы, поздравляю вас с наступающими праздниками. Желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия. Будьте аккуратны на дорогах и берегите себя. Самый прекрасный праздник в году нельзя обойтись без главного атрибута – цветов. И если одни уже успели порадовать любимых, то другие только присматриваются. Всегда актуальны тюльпаны. На бобрусском рынке их можно найти по 3 рубля. Эквадорские розы предлагаются от 5. За веточку хризантемы придется отдать как минимум 8. Тренд 2022-го – цветы в горшке. Они будут радовать вашу даму не один месяц. Маленькая примула обойдется всего 8 рублей. Растение неприхотливо приживется как в доме, так и на улице. К весеннему ажиотажу подготовились и магазины. Помимо классических вариантов, предлагают и нестандартные. Ирисы отдают за 4 рубля 50 копеек. Богатая на краске альстромерия обойдется в 8,50. Эустома – уже по 10. А если вы сейчас не рядом со своей прекрасной половиной, есть альтернатива. Многие цветочные лавки предлагают доставку на дом с оплатой онлайн. Мы делаем заказы все дистанционно, выполняем полностью заказ, отправляем фото и делаем доставку до адресат. В основном мужчины больше, наверное, любят розы подарить девушкам. И по цветовой гамме тоже и красные, и белые, и розовые. То есть то, что ему нравится. Всем желающим подзаработать на празднике стоит помнить о правилах реализации. В МНС напоминают, до начала продажи надо подать уведомление в инспекцию, указать вид товара, дату и место торговли. Также необходимо уплатить единый налог. В Бобруйске ставка 132 рубля в месяц. При реализации менее 15 календарных дней в месяц ставка уменьшается в два раза. Также налоговым кодексом предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан в размере 20% для пенсионеров по возрасту, инвалидов первой и второй группы, а также членов многодетных семей. Женщине, как и самому прекрасному цветку, нужна забота и нежность, а еще комплименты и внимание без повода. Здесь главное не ограничиваться только 8 марта, тогда праздник будет 365 дней в году. Карина Гуревич, Максим Кембель, Максим Галеонко, Станислав Чечерин. Итоги недели. Роскошные бриллианты или банальное внимание. Предвкушение весенних цветов, теплых слов и, конечно, долгожданного подарка сейчас каждая женщина. Совпадает ли ожидание с реальностью, сравнила наша съемочная группа. Что-нибудь просто приятное, неожиданное. Ну, как все женщины. Чтобы это был сюрприз. Только сюрприз. Я бы хотела получить тюльпаны и такое вот колечко для себя. Если в этот чудесный праздник к тебе подойдут с улыбкой и подарят пусть даже один цветок, это будет очень приятно. Медведя большого, белого. Главное, чтобы все были рядом, любимые. А все остальное будет. Сеучка золотая. Цветы. Как обычно. Больше мне ничего не надо. Конфеты, игрушки и цветы. Много цветов. Очень много. Внимание. Больше внимания. Что вы планируете подарить своей женщине на 8 марта? Духи, цветы. Пену для плетения, станок и розовые носки. Традиционно цветы. Цветы, да. Планирую квартиру. Я думала крытку там. Цветы, наверное. Конфеты, шампанское. Я еще не думал, скорее всего, парфюмерию. Любовь подарю себе. Цветы, конечно, подарить. Какие-нибудь конфеты. Ну и что-нибудь еще. Может, коробка конфет. А поскольку родственников женского пола много, надо много коробок конфет. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск 360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok